Здравствуйте, меня зовут Павел Сагу Джаблу, я из Нигерии, учусь в Белорусской факультете в БГУ. Я повторяю танцы и я солист группы Афракуку. Покажите со мной, покажу вам мой университет. Какая здесь оказалась? Чудо, магия. Моя сестра, у нее был парень, который закончил на учебе здесь, в Белоруссии. И, короче, я согласился, чтобы я сюда приехал. Вот я так приехал, прилетел. Переехал во время зимы, зима, очень холодно вообще. И я так займусь, там, вышел из самолета, там только на пижаке, вообще спал с первой ночи на хрустках. И все было холодно, короче. Я пока не знал, где я, вообще первый год. Вот. В первое время я учился по факте русский язык, там, биология, химия. И, там, взрослый, ну, шесть месяцев, там, выучил русский язык на шесть месяцев. Потом я поступил на биофаке. Я сейчас микробиолог, специальности. Почему именно микробиология? Потому что я бы хотел заниматься эффективной болезнью, как Эбола, как САС. Почему это очень важно для меня? Потому что я из Африки, из Нигерии. Я, когда приезжал сюда, это время было такое, это время, когда Эбола попал в Африку. Я думал, что, может, это будет полезно, если будет больше врачей, которые выучили там что-то в Европе, и приезжали там домой и помогать людям там тоже, чтобы помогать людям. Я жил в Лагосе. Сейчас я, не знаю, я начну так. Раз. Лагосе – это просто город, который очень похож на Нью-Йорк. Там люди работают. Вечно, круглосуточно такое. Люди всегда веселятся. Они еще работают, они все веселятся вообще. Есть много пляж, есть Элегуши, есть Леки-Бич, есть Курама-Бич. Много пляж. И там весело. Но там очень… Я бы сказал, что там очень сложно жить, потому что все работают. И там еще весело. Там есть какой-то смысл, который… И, например, я стою на работу, мне надо вставать где-то в 5 утра, чтобы успеть на работу в 9. Там пробки. Такое здоровье такое. Здоровье. В Минске все наоборот. Все работают, но с 8 до 6. Потом домой попьем чай, посмотрим телек, телевизор, телевизор. Посмотрим, мы стоим, там, и спать ложимся, и все, встаем еще в утро. Нет, а в Лагосе нет. Ты встаешь, ты не знаешь, как твой день будет. Ты просто знаешь, что ты работаешь с 7, например, с 8 до 6. И потом может что-то случится, там, может тебе позвать на тусовку, например. Есть какие-то смысл еще у нас в Лагосе, особенно в субботу. Это я говорю про рабочие деньги. На выходные, например, если я не знаю, куда идти тусоваться, я слышу, что там есть какая-то тусовка. Я живой из своей любимой подъезжей и все, хочу там, просто посижу, а все, я тусуюсь с ними. Там такой-то там семейный смысл у нас такой. Где можно тусоваться в Минске? Я сразу не знал. Когда я приехал сюда, я думал, что у меня только Макдональдс есть. Потому что первый магазин, в котором я зашел, вообще не далеко отсюда, я просто зашел в магазин, я ожидал такой-то ду-ву-ву-ву. Не знаю, что это, ну, все надо найти, найти друзья, найти это все, ну, степень, степень, степень. Мои первые два года здесь, я могу сказать, что я спал, потому что холодно. И когда летом даже, ты не замечаешь, что это летом. Летом так приходит быстро, вот. Можно тусоваться, я потом заметил, что, когда я начинал танцевать, заметил, что есть много, где можно тусоваться. Есть на Зибирской улице, там весело, там очень весело. Я могу сказать, там Лагос, там, вот. Чем отличается архитектура Лагоси в Минске? Я не архитект, но я расскажу, что я заметил. Я приехал в Минске, там Минск раз, люди живут, типа, ну, типа, в квартире, большинство, и люди, ну, типа, не знаю, дорога, да, это, возможно, шире везде, по шире везде, все окей, все там красиво, на улице спокойно. Есть разница вообще в здании, например. А в Лагосе люди обычно живут по-своему, но это еще как семья, как эстит. Я не знаю, что такое эстит по-русски, я вам объясню. Например, заход на эту улицу, это будет как эстит. А все, которые живут на эстит, они знают друг друга, как семья, вот. А все по-дному есть свои помещения. Там можно играть, там есть еще где можно играть в баскетбол. Но все как одна семья, вот. А здесь по-другому. Здесь все живут так, типа, квартиры, даже я не знаю, что и соседи там. Просто там, мы все просто живут так, по-сему, да. Нету, какое-то собрание, сегодня, например, день, так, или день. Например, мой день рождения, они просто приходят ко мне и, типа, подарят что-то. Нету так, ну, нет, нет. Все живут по-своему, там все спокойно живут. Но там в Лагосе нет. Там такой-то heritage. Такой-то, ну, семейный, семейный, не знаю, как объяснить, но... Ну, такой-то, ну, какая-то компания, юнити, так там, там, вот. Вот, и еще... Я не могу сказать, что здание там выше, чем здание здесь. Здесь все однокорие, в принципе. Просто Лагосе очень, Лагос очень большая здоровая город. И там на сцене, там, там популяции, там, это, может, 100 миллионов, если я не ошибаюсь. Там больше нигеристам живут, потому что там бизнес. Там что-то, что происходит, если ты хочешь быть с кем-то в этой жизни. Ну, если ты нигерист, хочешь быть с кем-то в этой жизни. Надо просто ездить в Лагосе, и потом можно в Европу, можно в США. Вот. А Миск, наоборот, нет, Миск – столица Беларуси. А Лагос – нет. А если я говорю, что просто столица Нигерии, это Абужа, похоже на Миск. Спокойно такое. Вот здесь находится мое любое место в Миске. Блин, все это здание напоминает мне про ресторан «Мама», потому что «Мама» был такой ресторан в Нигерии. Вот. Пойдемте, я вам покажу. Я расскажу вам про ресторан «Мама» в Нигерии. Это называется «Селина». Ее ресторан. Ее зовут Селина. Вот. А там сядем так. И там есть, находится площадка на улице, там можно танцевать. И там выступают музыканты тоже. И первый раз, когда я зашел в Калиан, я просто фигел, что это вообще в Европе, в Беларуси, в Миске. Я просто был очень рад. И там в Нигерии уже есть какие-то места, которые есть на Калиан, там уже есть какие-то места. И здесь как винтаж. Я очень люблю винтаж. Моя семья тоже так есть там, вот. И мама так сделала, вот, такие-то стенки, вот, такие-то помещения, там все, там есть у нас тоже. В Нигерии много курят калиян. Да, они курят калиян, они, ну, большинство курят калиян. И вообще нет сигарет там. Я не вижу, я очень редко вижу, когда те только курят сигареты. Я не знаю, вот здесь курят сигареты больше всего. Я первый раз спросил, почему вы так курите сигареты? Сказал, что из-за погоды. Сказал, что я скоро начну куриц играть. Я сказал, не, я никогда не пробовал, я никогда не пробовал сыграть, я никогда не буду куриц играть, вот. Ну, там больше всего они курят, но курят калиян, там. Ну, у нас традиция, это Африка, традиционно, там традиция, там, калиян, там, солнце, там. Я домашний человек, я гуляю очень редко. Я музыкант, я выступаю тут, и я тут пишу песни. Я тут, я здесь вообще много чего сделаю. В этом итоге я почти каждый день выбираю здесь, там, калиян. Где мне речь о знакомстве с людьми, это здесь, не в Нигерии. В Нигерии, потому что мы уже знакомы. Вот. А здесь нет, это разные люди, все разные, да, вот. И интересно с ними общаться, потому что они, это, я из другой планеты. Ну, для, они, для их, и они тоже из других, ну, другая, ну, другая планета тоже, вот. И они мне помогают общаться нормально, на русском языке, и я чувствую себя комфортно, вот. И когда мы уже там дома, это как братья и сестры, да, вот. Мы уже знакомы. Они просто мне расскажут, что я уже знаю, вот. А в Беларуси мне расскажут, что я не знаю. А мне всегда интересно знать что-то новое, вот. Пять лет в Беларуси я заметил, что, да, большая разница есть между людьми, там, в Нигерии и здесь. А люди, в Нигерии, они более открыты, да. А здесь нет. Все по всем, типа, все просто идут туда, вот. Это как будто у них есть какой-то главный контроль там, вот. Все есть свои распространенные жизни. Я иду сюда, я еду. Они ждут, может, где-то летом, чтобы ехать куда-то, чтобы летать куда-то, вот. А в Нигерии наоборот. Мы не ждем когда-то летом, когда можно отдыхать. Мы отдыхаем и работаем, вот. И люди там, не знаю, как объяснить. Они открыты, да, и они веселья, да. Я не должен ждать, ну, где-то год, чтобы знать, что этот человек поет или этот человек танцует. Вот в Беларуси я должен ждать, погождать и дать этот, ну, человек комфортную атмосферу, чтобы сказать, что я пою, вот. Вот так разница. Люди открыты там, а люди здесь, ну, немножко закрыты. Го-го-го-го-го-го-фонтресс, Кристина. Я хожу в универ утром, с утра до вечера. Я просто захожу домой, где-то, ну, днем, чтобы поесть. И потом вечером, может, я в кальяну или я танцую. А после танца я поеду домой написать песню. А я пишу песню до, может, где-то, 3-4 утра. И после я просто ложусь спать час. И вот, все, стою опять в универе. Вот такой логос жизни. Я просто устрою в себе атмосферу логос. Вот, чтобы не скучать, ну, по дому, там, не скучать по маме, не скучать по папе, вот. Папа 35 лет уже работает в таможне, там, и он офисер там, контроллер. Мама экономист, но она покупает вещи из Европы и продает эти вещи в универе, вот. Она просто, она пусть все делает. У нее ресторан, она педикюр занимается, медикюр занимается, стилист тоже. И фэшн тоже, вот. Она в работе, я могу сказать, моя мама работает больше, папа, просто потом. Водители тогда, они против меня ехать в Беларусь. Даже ехать оттуда, уехать из Нигерии, потому что я последний сын, и здесь есть сын в семье, да. Они хотят, чтобы я оставался в Нигерии, но я не хочу. Я хочу уехать оттуда, вот. И они не знают ничего про Беларусь, да, они просто оборудовались. А мы думали, мы думали тогда, что Беларусь разговаривать на английском языке. Что мы просто знали, что холодно. Просто думали, что Беларусь это город Руссия, там, вот. И я просто этого знаю, ну, я просто знал тогда. Вот, когда я прийдал сюда, я сказал, что все другое, все так. Но они еще не приезжали гостей, вот. Но они не, они не, они очень, очень скучают по мне. И они волнуются там, потому что они, они, они волнуются, потому что, как я тебе сказал, это, я, ну, действительно сын, и последний в семье. И, естественно, мои родственники, они старше, чем я, чем я, намного. Вот. И я такой, они просто думали, что я такой, типа, ребенок, вот, как-то большая игру, ну, большой игру такой, вот. И на самом деле, они заметили, что мне комфортно, мне здесь хорошо, потому что они уже видят результат, потому что интернет уже есть. Я не могу скрывать, что я пою или танцую, вот. Они, они очень рады из-за этого, они просто в шоке, что я так смог жить пять лет без них, без это все, и могу строить себе Африку тут, вот. У меня не только белорусский свитер, у меня есть много чего белорусский, а со мной они подарки от белорусских людей, они просто очень милые, мне очень нравится этот дизайн, мне очень нравится этот дизайн, не знаю почему, но мне красный еще, вот, мне нравится свет красный. Как я здесь начну заниматься танцем, я начинал вообще танцевать к зомбе, и там отсюда была такая-то печенька там, и включили африканские персоны, включили Азонту, например. И там я начинал танцевать, и вот девушка интересовалась там, начальница там танцевалась, и помогал мне танцевать, преподавать. Я начинал вообще стесняюсь, и говорю, что я оказался вообще, и потом я подумал, ну ладно, начинал преподавать, и все первые мастер-классы, я понял, что люди интересны, и им интересно это все стил, и это что-то другое, вот. Я думаю, что да, но я знаю, что да, но главное, что есть желание, есть стиль для этого, надо просто любить эту музыку. Это как музыка, это как, ну, игра в африканская музыка, это просто Адвенчон. Вот это танцевать, она просто любит это вообще стил. Я делаю какие-то движения, как называется, типа, новое направление Афрохаус, но там внутри есть Азонту. Почуешься так. Так. То есть, по-твоему. Я из какой-то семьи, которые все старше на меня много, и божаю семья, очень божаю семья. И там играют музыка всегда. Моя мама, она принцесса. Наша семья такое-то, это как, ну, это как пастерство, и потом можно уехать отсюда. Так что, это получается, что там все приезжают из деревни, все отдыхают там. Короче, ключи этой песни. Я не знаю, что это просто меня трогает от этой песни. Меня очень трогает. И потом я танцовал, все уже устали. Я помню, все уже просто, они просто лежали. Я еще танцую, 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 танцую. И из-за этой песни я просто начинал понять разную музыку. Потому что мой папа слушает все. Слушает джаз, слушает этот country. Он мне подарил телефон, а в этот телефон был country, джаз, это все. И потом папа мне подарил его диск, его первый диск. Я думал, что у меня есть дома, не знаю, где-то там. Он мне подарил его диск. Я просто слушал Фелла Кути. Потому что Фелла Кути говорит все. Что происходит, что люди не хотят слушать. А что будет? Он уже 20 лет умер раньше. Ну, 20 лет назад. И что происходит сейчас? Я просто офигел. О, это очень классно. Музыка не просто музыка. Когда мы играем там. Надо играть, веселиться и отправить какое-то чувство. Чтобы люди посидели потом и подумали, что мы делаем вообще в этой жизни. Музыка Первые два года я ничего не сделал. Мне очень холодно было. Я не знал, не знаю никого вообще. Такое. Я просто приехал и так. Все. И один раз. Тогда я кушал в кафе. Потому что я не знал, что готовить. На самом деле я люблю готовить. Я не знал, что готовить. Я не знал вообще, где ингредиенты и это все. Вот. Я сидел в кафе. И ко мне подошел один чувак. Он говорит, что «Ты умеешь читать рэп?» Так, вообще так, прям так. Я думал, что может это так, ну, Случай расизм. И так, окей. Я просто, ну, у меня просто всегда очень хорошее настроение. Только, нет, я не умею читать рэп. Он говорил, East Coast, West Coast, South Coast. Я не понимаю это все. И, и вот. И я ему сказал, что ладно. Давай я послушаю, что ты хочешь. Ну, что ты, ну, что ты хочешь пегагат. Он пегагат рэп бит такой. Я просто кидал пару слов. Очень порадовался. Вот офигеть, лад. О, смотри. Я постоянно сказал, что ну ладно, все окей. Потом сказал, погнали в студию. Я слышал студию. Вообще не знаю. У меня просто мурашки уже был. Студию, студию, студию. Головно. Ладно. Мы поехали в студию. Мы записали эту песню. Потом я решил тренироваться в студию. Петь песни, которые меня очень понравились. Я начинал. Моя первая песня в студию, да. Моя первая песня в студии, это «Stand by me». Мне писала одна девушка, которая устроит какие-то концерты здесь, какой-то charity для, ну, людей из Нигерии, которые не смогут, типа, позволить себе учебу там все-таки. И она меня нашла. Ты писала и сказала, что, ой, я слушал свои песни. Я знаю, что ты занимаешься танцем тоже. Я хочу, чтобы быть там. Я, типа, выступил в этот концерт. У меня была вообще такая очень приятная, типа, новость. И я очень рад был. Такой-то, ну, мой первый концерт такой. И, короче, я не люблю петь, но нормально. Я хочу, ну, живой звук. Вот. И, короче, в этот концерт тоже должен... Один из моих друзей, его зовут Тенис. Он солист «Big Daddy Blues». Я ему писал, говорит, что можно с тобой поработать. Он говорит, что приезжай ко мне домой, мы просто рэпим. И в этот день я писал «Afрукуку», песню «Afрукуку». И я сказал, что я просто себе писал, потому что, я не знаю, ну, концерт для Африки без афганской музыки, это просто не концерт. Потому что у меня тогда не было только афганской музыки. И я писал «Afрукуку». И мы рэпили, мы порэпили это все песни, которые у нас есть. Мы перепели много песен. И я говорю, что... И вот жена говорит, о, круто. Эту песню можно петь акапелла даже. Я просто обманывался. Я говорю, нет, я не могу акапелла. Вот, мы сделали «Afрукуку» под Риги. И после этого концерта я просто не остановился. Я просто начинал, типа, я просто погружался. Это огонь внутри. Я просто выявил себя. Все, ну, получилось. Но мне сказали, что африканский бэнд, беларусь, это не то, бла-бла-бла. Никто, никого не будет слушать, ни для кого. Я просто говорю, что музыка нет языка. Музыка просто есть чувства. Как мы чувствуем лето, как мы чувствуем зима. Просто все люди в Нигерии, но тоже люди здесь. Просто разница, это просто свет кожи и культура. Вот это разница. Это все просто из-за ситуации. Из-за, из-за, где, не знаю, где мы родились. Я писал много песен про Африку. И мне сказали, что у тебя нет одной песни про Беларусь. Я спросил много кого. Пиши так, пиши так, пиши так. Я пишу, я пишу, как я чувствую, я пишу правду. Как я приехал в Беларусь. Как мне тяжело было. И как мне стало вообще хорошо. Первый раз, когда я приехал в Беларусь, мне стало очень холодно. Я начал ходить, как замороженная курица. И на улице очень спокойно. На улице просто снега. И такой-то пони снег вообще. И, ну, я просто не знаю, как каждый. Я буду петь эту песню на английском языке. Мой первый раз в Беларусь было очень, очень холодно. Я стоял, ходил, как фрусэй, чекинь. Я влюбился с джаниками. А, да. Еще про джаниками. Мой первый раз в Беларусь. Во-первых, это джаники, и джаники очень похожи на прикуски в Африке. Я просто фига, вау, я люблю джаники. Випа Пенарусь! Випа Пенарусь! Випа Афрококо! Мой план для Афрококо — это просто чтобы мы двигались дальше. Не только отсюда начинаем. И так. Это как в Африке. Начинаем с какой-то капелькой воды. Вот. И так. Везде. Именно из Европы. Моя сестра ездит в Америку, она приглашает меня каждый день, чтобы там начинать что-то делать. Она говорит, что нет. Я хочу, чтобы когда я умру, моя история будет такой. Я начинал, где ни то не верю, что можно это все сделать. Вот. Можно открывать дверь отсюда. И открыть это дверь, и начинать вообще просто плавать там. Весь мир. Вот. Вот. Вот мой план для Африку. На следующем году, я очень надеюсь, можно не на следующем году, можно даже завтра. Я очень надеюсь, что мой банк из Беларуси, люди из Беларуси, мы поедем в Нигерию, Лагосе, в мой дом, и выступим там. И потом мы пойдем в Калакута, дом в Калакуте, и выступим там. И покажем даже Нигерию, и покажем даже Африку, что нет границ между людьми. Нет границ между культурой. Можно так сделать. Я чувствую себя в Беларуси, потому что уже пять лет я живу, я уже привык, нужно все, граники, водка, все, я уже привык, и, не знаю, мне очень нравится, потому что если бы у меня была возможность купить дом, и здесь я бы купил дом, и здесь жил, и просто отъехал отсюда, просто, ну, просто жил здесь. Я очень люблю людей здесь, они просто спокойнее, они любят, они, знаю, они любят меня, я люблю людей тоже, я люблю людей тоже, вот. Получил, не знаю, любовь от них, и поэтому я не могу уехать отсюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова